МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изысканная сантехника. От классики до модерна. Мы предлагаем лучшее. Мы продаем качество. Ирбис. Совершенство в деталях. Здравствуйте. Вас вновь окружает уютная обстановка телеканала СТС Курск. Этой программой мы завершаем месячный цикл видеоуроков по ремонту и декорированию. Внимательно смотрите финальные сюжеты и переверните все дома с ног на голову. В хорошем смысле слова, разумеется. А в салоне Штор Эдем плохого и не посоветуют. Классические и современные. Плотные и воздушные. Длинные или едва прикрывающие окно. Шторы невозможны без карниза. Причем эта деталь может быть не только функциональной необходимостью, но и изысканным украшением интерьера. Главное – правильно сделать выбор. Во многом это зависит не от модели даже, а от строения комнаты, от того, из чего сделаны потолки. То есть, если это натяжной потолок, конечно же, мы не будем крепить пластикопотолочный карниз, а закрепим металлический в виде трубы, который крепится к стене. Металлические карнизы холодного оттенка актуальны в сдержанных интерьерах в стиле хай-тек. Изысканную классику дополняют кованые декоративные элементы. Тоже металлические, но они более изысканные какие-то, с какой-то резьбой, с красивыми наконечниками. Бывают из уранского стекла, например. Карнизы трубы – отличная возможность проявить дизайнерскую фантазию. Традиционный вариант – карниз с кольцами и крючками, на которые крепятся портьеры. А шторы на люверсах как бы надеты на трубу. Также на такой карниз мы можем одеть штору на кулиске. Она просто… труба одевается в штору тоже и все. И карниз у шина, который выглядит как белая планка, и можно его гнуть, тоже практически не заметен. Это решение для комнат с очень высокими окнами. Карниз труна способен принять любую форму. А это карниз кафе. Своё название он получил из-за того, что именно так завешивали окна в маленьких французских кафетериях. Для любителей поистине королевских интерьеров – карнизы багеты. Это резные деревянные планки. Они будто обрамляют ваше окно в изысканную раму. Однако это лишь декоративный элемент. Поэтому в комплекте с ним необходимо приобрести и обычный пластико-потолочный карниз. Пластико-потолочный карниз крепится к потолку. Просто такая белая планка с дорожками. В принципе, его не видно под шторами. То есть, просто карниз такого технического назначения. Хорош тем, что, в принципе, не заметен. Такой карниз подойдет и тем, кто предпочитает длинные портиры от потолка до пола. Даже для сложных окон, эркерных или арочных дизайнеры предлагают множество оригинальных решений. Правильный карниз, немного фантазии и даже незатейливые портьеры могут превратиться в настоящий театральный занавес. Карниз может быть любым по цвету и форме в комнате, оформленной в эклектичном стиле. Его предпочитают творческие личности, путешественники и любители всего нового. Стиль этот интересен тем, что, в принципе, там есть что рассматривать, на что положить глаз. Потому что, в основном, там сочетается и много материалов, и какие-то оттенки цветов. Фольклорные мотивы здесь соединяются с классикой. Эклектику необходимо постоянно поддерживать мебелью, портьерами и сувенирами, привезенными с поездок. Для молодежной или мужской квартиры подойдет минимализм. Портьеры в нем лишены цветов, рюш и других декоративных элементов. Он отличается стильными строгими формами. Стиль возник в конце 20 века. И это как возврат к простоте какой-то, к чистоте линий. Дополнением к этому стилю могут быть какие-то современные картины, никакой классики. Цвета стиля – это серый, белый, черный. Аксессуары, если мы говорим о шторах, сводится к минимуму. Но в качестве ярких акцентов кисти или магниты здесь все же допускаются. Не броские, но интересные по дизайну. В комнате в стиле минимализм портьеры не являются главной деталью интерьера. Однотонные шторы из парчи, лишенила легкий тюль или воздушная вуаль. В минимализме ценится простота. Мне этот стиль хорош как раз таки тем, что можно показать себе достоинство материала, потому что очень часто материал может быть простым каким-то, но его подхватят как-нибудь красиво. А в этом стиле все-таки, наверное, сама ткань – это самое главное. Эклектика и минимализм модерн и классика хай-тек и кантри. Подарите своему жилищу характер. Керамика – один из старейших строительных материалов. Плитка из нее украшала дворец Рамзеса III в Древнем Египте. Хотите стать фараоном? Тогда запрягайте верблюдов и отправляйте в салон элитной сантехники и плитки «Ирбис». Уж там точно знают, какую керамическую плитку и где вам нужно положить. Здесь, как в музее современного искусства, останавливаешься возле каждого экспоната, чтобы его рассмотреть и потрогать. Эти картины из камня предназначены не только для санузлов. Они подойдут для любых комнат. Мы предлагаем нашим покупателям достаточно широкий ассортимент итальянской, испанской, португальской керамической плитки различных известных фабрик. Мы постоянно пополняем и обновляем ассортимент в соответствии тенденциям современной мировой моды. У нас возможно выбрать плитку различных форматов и стилей от эконом-класса до класса люкс в достаточно широком диапазоне цен. Ценителям классики угодит коллекция «Старый Арбат». Плитка выполнена в лучших традициях королевских дворцов. Людям с нестандартным мышлением больше подойдет яркая и креативная керамика от испанского производителя «Порцеллоноса». На сегодняшний день актуальна, как глянцевая, так и матовая поверхность чистых насыщенных оттенков, а также имитирующая структуру камня или дерева. Прекрасным дополнением кровной гладкой плитки является рельефная поверхность. В данном случае каждая из них обладает своим определенным стилем. Стиль диктует и размеры плитки. Она бывает не только стандартной 10х10, но и крупноформатной 25х75 или 30х90 см. Форма керамики не ограничивается одинаковыми квадратами. Она может быть выполнена в самых разных геометрических фигурах. Некоторые производители покрывают плитку глазурью, благодаря чему она приобретает золотой, серебряный или металлический блеск. Такая керамика не только продает помпезность помещению, но и визуально его увеличивает. Такими же свойствами может обладать и мозаика. Нередкость в наши дни – мозаика из натурального дерева или кожи. Также хотелось бы заметить, что мозаичный продукт изготавливается либо на бумаге, либо на сетке, что облегчает ее монтирование не только на ровной гладкой поверхности, но и также на поверхности, имеющей круглые формы. Обычно мозаику изготавливают из стекла, смальты, керамики или натуральных камней. Но есть и коллекции из металла, который придает поверхности элегантный холодный блеск. И мозаика с использованием природного перламутра, который славится световыми переливами. Кроме очевидных дизайнерских достоинств, этот материал еще очень практичен, особенно в помещениях с высоким уровнем влажности. По надежности мозаика может потягаться даже с керамогранитом, который также представлен в салоне «Ирбис». Этот материал производится из уникальной породы, горной породы, калиновой глины, которая является продуктом многовекового разложения натурального гранита. Поэтому керамический гранит обладает высокой прочностью, морозоустойчивостью и низкой водопроницаемостью. Искусственный гранит конкурирует с природным не только по техническим характеристикам, но и эстетическим. Панель можно отличить от старой доски только на ощупь. Двух одинаковых просто не существует. Формат, в котором изготавливается керамогранит, позволяет использовать его для облицовки не только полов, но и стен. Для внешней отделки помещения и территории в салоне «Ирбис» предложат альтернативу керамограниту. Клинкер – это искусственный каменный материал, выработанный из смеси глины и минерала высшего качества путем обжига при температуре, достигающей до 2400 градусов, до полного испекания. Этот материал отличается более высокой механической прочностью, на сжатие, на стирание, на изгиб. А также имеет минимальное водопоглощение, практически равное нулю. Клинкер совсем не пропускает влагу, поэтому его используют при отделке подоконников, ступеней, камина и бассейна. После монтажа этот прочный материал не требует ухода и будет долго служить даже в самых тяжелых климатических условиях. Постоянный участник программы «Обстановка» дизайнер Владимир Тельных изготавливает изделия своими руками, причем не только для эфира СТС Курск. Даже съемочная группа не знает заранее, какой фокус выкинет мастер. Как у истинного художника, идеи возникают у него внезапно. Давайте посмотрим, что он придумал на этот раз. Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, наша жизнь создает из будней и праздников. Но всякий раз в праздничной суете мы сталкиваемся с массой проблем. Что подарить имениннику или какому-то своему знакомому? Как украсить стол? Чем можно удивить друзей на этот раз? Будь то изысканные блюда, а может быть небольшой элемент сервировки праздничного стола. Именно этому посвящен наш сегодняшний с вами сюжет. Сегодня в нашей работе мне, как и вам, понадобится непосредственно сам украшаемый объект. В данном случае мы сегодня берем бутылку шампанского. Кроме того, это чертежные принадлежности. Циркуль, линейка, карандаш, нож, свеча, кусочки тесьмы, ткань и непосредственно пленка, самоклеящаяся, которую можно легко приобрести в магазинах для хобби и рекламы. Предварительно мы сняли бумажные этикетки с нашей бутылки из-под шампанского. Это сделать довольно легко, используя теплую воду и губку, которую, непосредственно смочив, можно легко удалить эти бумажные наклейки. Затем мы удаляем верхнюю часть, вот эту золотистую фольгу. Далее мы с вами берем лист бумаги, который приготовили уже заранее, и циркуль, карандаш, линейку. Делаем круг при помощи циркуля примерно 10 сантиметров. Каждая встреча, она, в общем-то, должна быть наполнена достаточным позитивом. И я думаю, что, как ничто другое, хорошее настроение может придать изображение улыбающегося человечка. Поэтому, нарисовав круг, мы можем его вырезать при помощи ножа по контуру. Поэтому, мы с вами непосредственно рисуем уже изображение. Мы рисуем пару глаз и такой, я думаю, улыбающийся рот. В данном случае я предлагаю сделать такой достаточно распространенный и веселый мотив. Потом берем бумагу, самоклеящуюся бумагу, в нашем случае это бумага золотистого цвета. Накладываем шаблон с обратной стороны, именно на ту часть не клеящегося слоя бумаги. Переводим шаблон при помощи карандаша. И затем, при помощи ножа или ножниц, мы тоже вырезаем по контуру это изображение. Наше с вами изображение готово. Далее мы берем монтажную пленку, которая тоже имеет плеевой слой. Она нам понадобится для того, чтобы было удобно и легко перенести изображение на бутылку. Затем мы берем нож и с его помощью удаляем обратную сторону бумаги. Тем самым оставляем только лишь пленочный слой. Взяв бутылку и расположив изображение примерно на том месте, постараться закрепить это изображение. Когда мы с вами перенесли это изображение, мы можем легко снять нашу пленку. Посмотреть, что у нас при этом получилось. Далее мы можем наклеить несколько мелких элементов. Такие небольшие звездочки. Затем мы с вами берем опять же монтажную пленку и аналогичным образом крепим наши звезды непосредственно на поверхность бутылки. Мы с вами берем и вырезаем квадрат, прежде всего. Квадрат примерно 15-17 сантиметров. Можно это сделать произвольно, можно это сделать при помощи чертежных инструментов. Далее мы его сворачиваем. Сворачиваем мы его на четыре части. И в общем-то делаем такую четверть круга. Можно это сделать произвольно. Можно опять-таки предварительно заготовив бумажный шаблон. Затем мы берем свечу, зажигаем и край очень аккуратно оплавляем. Это делается для того, чтобы у нас с вами не было такого лохматого, неврежного края. После того, как наша работа с вами завершена, мы берем ткань, накрываем горлышко бутылки. И используя декоративный шнур, мы закрепляем при помощи секундного клея непосредственно его на горлышко бутылки. Далее мы берем опять же с вами кусочки тесьмы. Тем самым мы закрываем на место соединения. Таким образом, сегодня, можно сказать, одним выстрелом пробки мы с вами убили двух зайцев. Во-первых, приготовили подарок непосредственно имениннику. Во-вторых, приготовили такое небольшое оригинальное украшение для вашего праздничного стола. Дарите близким подарки, любите себя и окружающих. И до новых встреч! Надеемся, что наша обстановка помогла стать вашей еще красивее и комфортнее. Как сказал Джордж Байрон, где любят нас, лишь там очаг родимый. Окружайте себя любимыми людьми и программами СТС Курск. До свидания! Изысканная сантехника от классики до модерна. Мы предлагаем лучшее. Мы продаем качество. Ирбис. Совершенство в деталях. Салон-магазин Эдем предлагает индивидуальный подход в выборе текстильного оформления вашего интерьера. Ткани и фурнитура европейских производителей помогут в разработке неповторимых и оригинальных дизайн-проектов для создания уютной атмосферы вашего дома. Лучшие образцы и последние новинки декоративных тканей текстильных коллекций Италии, Франции, Испании. Эдем. Ленина, 31. Попробуй найти дешевле. Кухни по оптимальным ценам. Шкафы-купе. Кухонные уголки. В салонах ПМК мебель без торговой наценки. Не найдете дешевле? Приходите к нам! Субтитры создавал DimaTorzok